Всем, Велка, с вами Катя Бельчик, и сегодня мы снимаем новый выпуск шоу Неглядя. И наш герой это тыквенно-пряный латте. Вчера я спросила у вас в инстаграме, было ли бы вам интересно сравнение кофе с Старбакса и шоколадницей, и все ответили, что да, было бы круто. И сегодня мы приехали снова в торговый центр, чтобы снять для вас новый выпуск. Мне кажется, этой осенью все любители кофе, а в особенности Старбакса, говорят об этом напитке. Женщина прошла и просто так открылась, смотрела в камеру, что я сбилась. Кто-то уже успел его попробовать, кто-то пытается чайно приготовить сам, а кто-то, как я, будет сегодня пробовать его в закрытом тестировании и сравнивать с кофе с шоколадницей. И прежде чем мы начнем, я хотела бы спросить у вас, вообще любите ли вы Старбакс? Есть ли он в вашем городе? Потому что большинство людей просто его восхваляют до безумия. Мне интересно действительно узнать ваше мнение. Пишите обязательно в комментариях, а свое мнение я скажу позже. Как обычно мы будем сравнивать наш напиток по нескольким критериям. Сегодня это цена, объем, оформление, то есть наличие сливок, как это будет красиво-некрасиво выглядеть, стаканчик и, конечно же, вкус. Но вкус мы тоже будем сегодня оценивать по двум критериям. Это вкус сам взбитых сливок и начинки сверху, а также второй это вкус самого кофе. Можно не смотреть? Ну что, погнали покупать и пробовать? Итак, мы купили два кофе. Честно, когда мне наливали в шоколаднице, я думала, что Старбакс сейчас будет просто, ну, вот такая прям... Господи, простите, я заикаюсь, просто у меня сумех уже. Я думала, нифига себе, как мало налили в шоколаднице, значит, наверное, в Старбаксе-то сейчас вот такую вот гору сливок на лошадку расе, потому что в Старбаксе я еще не пробовала ни разу этот кофе. В итоге я получила два незаполненных стакана. Ну, как бы, просто оцените пока сами внешне, да, мое мнение в коем случае никому не предвзято, я просто... Разберемся сначала с ценой. Цена у нас 284 рубля шоколадница, 305 рублей Старбакс. То есть в Старбаксе кофе получился на 20 рублей дороже, но сейчас мы, пожалуй, все это дело взвесим, если нас не выгонят охранники, которые уже охотятся на нас. Старбакс 346 грамм. Надеюсь, что в граммах. Шоколадница 315, и сливки просто вообще неизмедлительно уже уходят, просто невозможно, необратимый процесс, но хотя в Старбаксе то же самое. То есть в этом критерии у нас убеждает определенно Старбакс, хотя он стоил дороже. Но объем мы как бы брали стандартный, вот этот, да, то есть, ну, вы сами видите, стаканчики одинаковые. Здесь больше напитка. Следующий критерий – это внешнее оформление. То есть сколько сливок нам положили, как красиво ли украсили. Здесь, конечно, все субъективно. Ну, явно в шоку это круче выглядит, потому что здесь тыквенные семечки, какой-то красный перец или что, карамель, то есть, ну, вот что это в Старбаксе, я не знаю, лужа какая-то уже этих сливок, хотя мы снимаем буквально 3 минуты, и то есть уже все нафиг уже уходит. Я дам шоколаднице этот балл. Следующий наш пункт – это стаканчики. Я для начала оценю все-таки функциональность, потому что внешне вы сами можете судить, кому что-то больше нравится, да, я думаю, что большинство из вас выверут Старбакс, просто потому что, ну, реально, этот логотип, он уже годами всем нравится, то есть я не так даже рисовала ежик с логотипом Старбакса. Шоколадница попроще, да, но вот мне тяжело держать этот стакан в руках, потому что он не термоустойчивый. Да, вы скажете, ну, возьми холдер, блин, не толпи. Здесь мне тоже предложили холдер. Нет, стакан нужно носить без холдера, он должен быть нормальным, плотным. То есть тут мне прям руку обжигает, мне тяжело его держать. Очень сложно выбирать, кому отдать. Я думаю, что вы бы выбрали Старбакс 100%, поэтому, наверное, я тоже предпочту Старбакс из-за этого, потому что вам, наверное, больше понравилось бы внешнее оформление, и крышечку Старбакс круче, хоть ее здесь и нет. И сейчас мы приступаем к главному тестированию. В начале видео я сказала, что мы разделим наш вкус на две составные, то есть первое это будет сливки. Я не знаю, что я буду пробовать в Старбаксе, я вам честно говорю. Ну, шоколадница еще есть, что потестить. Вот, мне кажется, это закрыто тупо пробовать, вот, правда, потому что, ну, я буду знать, что это Старбакс. Серьезно, давайте я просто возьму ложкой пожру этих сливок и скажу вам, что вкуснее. Ну, просто сними крупным планом, пожалуйста. Я начала со Старбакса, потому что он быстрее тает. И я хотела взять сливок. Ну, вы поняли, да, как бы... Ням-ням, ням-ням. Ну, чуваки, я корицу сейчас шапанула, и все. Давайте попробуем здесь, хоть тоже остатки, но... Это очень вкусно. Здесь прям мега хрустящие семечки, сливочки. Какая-то штука, типа, как семечек из жира и немножко острого перца. Определенно, да? Решайте сами, но я стопроцентно отдаю пункт сливок с шоколадницей, хоть и не в закрытую. Давайте теперь перейдем к самому кофе. Я еще даже вообще его не попробовала. Что это? Блин, что это вообще все невкусно? Подождите, это очень сложно. Серьезно. Когда у тебя закрыты глаза, ты просто серьезно... Вообще все вкусы по-другому воспринимаются. Мне кофе этот кажется... Ни один из них вообще не кажется тыквенным. Чтобы поняли. То есть я вообще не понимаю приколов тыквы. То есть это просто пряный сладкий кофе. Ой, по-моему, дизлайк. Короче. Ну, я предположу, что вот этот кофе... Это, наверное, шока. Он более такой какой-то карамельный, что ли. Это, наверное, Старбакс. Потому что здесь я не могу... Это не тыква. Вот, ребята, это не тыква. Это какое-то зерно. Я не могу... Я не могу описать свои вкусы. Так, мне сейчас нужно определить, кому же я отдам свое предпочтение. Вот этот кофе, левый, меня что-то в нем очень сильно отталкивает. Это ни разу не тыква. Это то ли пшеница, то ли какие-то вот... Я не могу это описать. Это вообще невкусно. Прям какая-то горечь присутствует, да? Этот кофе тоже не самый лучший. Он больше похож тупо на карамельный. И все. Ну вот, как бы просто вкусненький карамельный, слегка пряный кофеек. Отдам свое предпочтение ему. Ну, а кто из них кто? Я, честно говоря, до сих пор не знаю. Но предположу, что, скорее всего, такая категорка это Старбакс. А это шока. Странное ощущение, что сегодня оба бариста были вообще не в духе. Потому что при закрытом тестировании мне оба кофе, ну, вообще не очень-то понравились. То есть я никогда не втыкнула, почему это тыква. Пряный? Окей. Давайте называть ее вещь своими именами. То есть в шоке это тыквенный латте, потому что в нем тыквенные семечки. И красный перец сверху, типа он пряный, да? Что в Старбаксе в нем тыквенный? Блин, я, наверное, тупой человек. Серьезно, я не знаю. Я вот сейчас вот в открытую буду пробовать. Я очень люблю тыкву. Вот, чтобы вы знали, я обожаю тыквенный сок. Я люблю все каши с тыквой. Осень прям моя любимая пара. Каждую неделю тыквенный сок варю. Это не тыква. Я не могу сказать, что он вот прям сильно плох. То есть если, ну, мы как-нибудь снимем отдельное видео вообще про классический кофе в Старбаксе и тому подобное. Сейчас я не буду ничего говорить, потому что именно судя по этим напиткам, в принципе, ну, как бы ок. Ок. Вот. Я дала в закрытую шоколадницу, но в принципе она реально была вкуснее и как бы сливки были очень вкусные. Хотя я, когда пробовала через трубочку, естественно, я их не почувствую. По критериям выигрывает шоколадница, собственно, как по вкусу. Такая вот рекомендация. Ну, давайте, мне главное услышать от вас. Пили ли вы этот все-таки кофе в Старбаксе? И что вы скажете о нем? Нравится ли он вам? Спасибо всем большое за просмотр. Ждите новых выпусков. И всем белка! Эх, пойти что-то картошки поесть, фри. Все кофе да кофе. Все кофе да кофе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok